Привет, Алексей! Меня зовут Оксана, я из Украины, из Львова. Сегодня мы с тобой переписывались, общались на форуме. И в ходе поступления всех твоих видео и развившихся около них дискуссий у меня возникло несколько вопросов. И первое из них касается создания эффективных браков, как один из способов получить Гринкарту. Ну что я вам говорил? Что, я был не прав по поводу девушек из бывшего Советского Союза? Они готовы на все, что угодно. Вот, пожалуйста, вам пример, на что готова Оксана из Львова ради того, чтобы получить документы. Другие девушки, которым не нужны документы, тоже готовы на что угодно, чтобы получить деньги. Ну и тут же у меня сразу вопрос к Оксане из Львова. Оксана, вот у меня есть друг Славик, да? Ты готова с ним лечь, чтобы получить документы? А что? Он перспективный мужик, украинец, такой же, как и ты. Он евреем почте стал здесь, в Америке. А так он с Ужгорода, он ваш, украинец. Готова ты с ним за документы лечь? Ему 50 лет, он гражданин Америки, у него все нормально. А, ответь, пожалуйста, под этим видео. И еще вот тема, которую я не раскрыл про девушек в предыдущих видео. У всех девушек, которые приезжают сюда и находят иммигрантов из бывшего Советского Союза, у которых есть американские паспорта, у этих девушек к ним просыпается вселенская большая любовь. А когда заключается брак между гражданином Америки и какой-то там вновь прибывшей девушкой, то документы девушке дают не сразу, а там по истечении какого-то срока. И вот буквально на моей работе, да, там, чувак рассказывал историю. Приехала девушка из Урала и рассказала, вот, моему, так сказать, коллеге о большой любви. Они расписались, и все было хорошо. А когда подошел срок, то есть, когда подошел срок, чтобы девушка уже могла получить постоянную грин-карту, то любовь куда-то делась. И когда вот у моего коллеги было воспаление легких, и он лежал дома больной, то девушка его там развлекалась в клубе, и жена, вернее, развлекалась в клубе. В итоге они развелись, он остался с носом, а она осталась с документами. Так что я думаю, что, ну, больше мне вообще вот уже нечего сказать. Вот уже я сказал, Дима рассказал, Вася на сайте на моем отписал, что он согласен полностью со мной. Вот вам видео доказательства из Украины. Я больше ничего на эту тему не буду говорить. Вы там уже сами все решаете, и сами там все думайте. Я бы хотела узнать все плюсы и минусы от фиктивного брака. Да, от фиктивного брака на самом деле только одни плюсы. Ну, вот подумай сама, да. Ну, во-первых, тебя, если тебе это надо, тебя могут сношать, да, пока ты будешь в браке. Если тебе, если ты хочешь не через сношение это сделать через деньги, то опять же плюс такой, что тебе помогут избавиться от денег. То есть у тебя были деньги на кармане, они тебе давили, тебе придется заплатить за это, они тебя, значит, ну, тебе станет легче. Другой плюс, после того, когда ты сделаешь этот фиктивный брак, тебя посадят в тюрьму. И в тюрьме ты доучишь английский язык. Ты говоришь, что вот ты учишь, ты не знаешь русский язык, ты учила только украинский и английский. Ну, я, конечно, не сомневаюсь в твоих знаниях английского языка, но в тюрьме ты подтянешь язык, значит, узнаешь каких-то новых выражений. Плюс в тюрьме ты будешь сидеть полгода, зарабатывать себе на билет. За это время тебя научат шить рукавички или еще какую-то другую работу делать, тоже плюс, да. Заведешь каких-то себе подружек черных, будешь с ними потом переписываться, тоже плюс, да. Потом тебя депортируют. А депортация будет выглядеть следующим образом. В наручниках ты полетишь из Нью-Йорка или, я не знаю, в какой ты будешь терме сидеть, ты полетишь до Амстердама с сопровождением. В Амстердаме тебе снимут наручники и уже пересядят тебя на, как бы, самолет, тоже на гражданский. Ну, ты и будешь лететь на гражданскую, ну, в общем, тебя уже пересадят на самолет без наручников, и ты уже дальше полетишь либо там на Украину, либо в Россию, куда там по выбору. Но, опять же, это не американская страна за тебя будет платить, ты на эти деньги заработаешь. То есть, ну, тоже плюс в Амстердаме побываешь, да, сможешь, наверное, выйти. Ну, придется, наверное, визу, правда, получать в Амстердам. Но все равно тоже, вот, в общем, одни плюсы только от фиктивных браков. Какова мера пресечения и наказания такого? Это, возможно, депортация или штрафы, или запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки на какой-то срок или навсегда. Возможно, это заключение в колонии, возможно, это что-нибудь другое. И пользуется ли это успехом, получается ли у людей это все так, или большинство таких случаев раскрываются и чреваются последствиями. Я бы хотела услышать лично твое мнение на это, и мнение, возможно, твоих близких на это. Ну, а теперь, если серьезно, и отвечать на твой вопрос о последствиях, дела такие. И фиктивный брак твой пресекут, тебя поставят в тюрьму, как я уже сказал, тебя депортируют, и тебе на твоей записи будет пометка не пускать в Америку тебя в течение 10 лет. Но поверь мне, что въезд тебе будет в Америку и в Канаду закрыт на всю жизнь. То есть по закону 10 лет, но поверь мне, что через 10 лет, когда ты придешь и обратишься за визой, тебе откажут. И тебе не объяснят, почему тебя откажут, и ничего ты не сможешь сделать. Почему в Канаду тоже тебе не получится въехать? Потому что компьютер, в котором хранится вся информация по поводу иммиграции, пересечения границ, у Канады и у Америки один. То есть по идее иммиграционная служба у Америки и у Канады – это одна и та же организация. Теперь, значит, ты спрашивала по поводу, из моих ли кто-то близких. Из моих близких таких нет. Я слышал, что где-то в Бруклине такое делают. Из моих близких никто это не делал. Я сам эту процедуру и тонкости я не знаю. Единственное, я знаю случаи, когда ловили. И сейчас я их расскажу. Во Флориде, Новый Русский, еще когда, помните, была волна Новых Русских. Он приехал во Флориду, нашел какую-то девочку, расписался с ней. Они пришли на собеседование. Судья им говорит, давайте так. Давайте вот вы сейчас разводитесь сами, и Новому Русскому, и ты спокойно уезжаешь. Иначе я сейчас назначу расследование, и я вас обоих закрою. Развелся и уехал. Другой случай. Здесь в Вирджинии есть база, по-моему, морская пехота или еще что-то такое. В общем, там солдатики тоже как-то женятся на девочках из бывшего Советского Союза. Почему? Потому что девочкам нужны документы. А солдатикам смысл такой, что если они в браке, тогда им платят больше зарплату, их больше на выходные отпускают. Ну, еще, может, что-то и перепадет, да. Все же я, как и раньше я сказал, девушки из Советского Союза более-менее симпатичные. Так вот, тоже одна знакомая, я вот не помню, она с Астрахани или нет. Вернее, она не моя знакомая, мне знакомый рассказывал, мой знакомый сам с Астрахани, а про эту девочку я не знаю, откуда она, с Астрахани или с другого какого-то города, в общем, русскоговорящая. Она приехала в Вирджинию, то же самое ей надо было сделать. Вот, они расписались, и в момент, значит, они расписались, вышли из ЗАГСа, они садятся в машину, и муж ей говорит, дорогая, он открывает дверь в машину, говорит, дорогая, подай, пожалуйста, руку, и сейчас вот я тебе помогу сесть. Она подает ему руку в платье, и он ей на руку одевает наручник, короче. То есть она вышла замуж не за солдата, а за агента FBI, ФБР, да. То есть я, я и лейбл Чижний Йорк никому не советую играть с правосудием, не советую никаких коррупционных планов строить по поводу, там, я не знаю, как деньги выводить с кредитных карт, или как там какие-то иммиграционные законы нарушать, потому что вас поймают, вас посадят, а после того вас депортируют. Я вам больше расскажу. У меня есть знакомый, который здесь отслужил в армии. Он женился по любви с девочкой, по любви. Они реально живут. И ничего у них не получается, документы сделать. Их приглашают на собеседование, собеседование у них спрашивают каверзные вопросы, там, допустим, а какой вид у вас из окна спальни? А мой знакомый говорит, да я не помню, какой у меня вид, да, все. Типа вы нас обманываете, вы вместе не живете. Вот. Теперь перейдем к твоему второму вопросу по поводу студенчества. Вопрос сперва по поводу студентов, которые работают. Всем известно, что Штаты, как и Англия, это два мировых центра образования. И что студенты в этих странах работают параллельно с учебой. Я бы хотела узнать, как это возможно. Ведь для того, чтобы получить качественное образование, нужно много над этим работать и учиться много. Когда работать параллельно с учебой, для того, чтобы жить, я говорю конкретно о студентах-иммигрантах, у которых нет никакой финансовой поддержки. И у которых, ну, то есть, которые там живут одни, без родителей, без какой-либо поддержки, как финансовой, так и моральной и тому подобное. Я думаю, ты понимаешь суть вопроса. То есть, как можно совместить работу, хорошую, нормальную работу для студента-иммигранта и учебу, если учиться не просто ради того, лишь бы учиться, а учиться на отлично. Я немножко, я вижу, что ты не владеешь информацией, потому что спрашиваешь студента-иммигранта, которые живут одни, денег им нет. Ну, смотри, если это иностранный студент, который приехал просто по визе учиться, да, ему помощи никакой нет, и работать он не имеет права. У него заранее должны быть с собой деньги. На аренду квартиры, на еду, на одежду и на учебу. И работать он имеет право только 20 часов на территории школы. Но, как правило, если эти люди приезжают учить английский язык, это практически нереально получить такую работу, потому что, ну, там, ты английский плохо знаешь, и что там за работа, в общем, я не знаю. Если ты, если у тебя много денег, у тебя какая-то специальность, ну, допустим, ты там на физику учишься или на математику, уже, может быть, на старших курсах ты что-то можешь найти каким-то ассистентом профессора бы, или еще что-то такое. Но, опять же, 20 часов и только на территории школы. Если же у тебя есть документы, если у тебя есть вид на жительство, или у тебя есть паспорт, и ты один, и ты бедный, и тогда государство тебе оплатит учебу. То есть, ты можешь не работать, тебе государство за все даст, тебе дадут там какие-то фудстемпы, тебе дадут вэлфер, в общем, у тебя все будет нормально. То есть, опять же, если ты иностранная студентка, приехала по студенческой визе, никакой помощи от государства, у тебя деньги должны быть с тобой. Если ты здесь живешь, у тебя все нормально с документами, да, государство тебе помогает, и ты все нормально учишься, но ты должна быть бедной как бы для этого. Вот, надеюсь, а как совмещать? Ну, это уже, опять же, если ты здесь имеешь документ, совмещать, в принципе, несложно, да, ты там днем поучилась, там вечером поработала, допустим, или наоборот, там вечером поработала, днем поучилась. То есть, в этом плане как бы нормально, тут главное иметь документы. Ну, и я говорил, что я буду отвечать на вопросы где-то раз в три месяца, ну, тут раз такая тема у нас, вот я решил, прям сразу не отходя от кассы сделать. Ну, и следующие, иначе какие-то вопросы, которые вы задавали письменно, да, я сейчас попытаюсь коротко ответить. Чувак мне на стене на YouTube пишет, Алексей, а что ты живешь в Америке? Вот, на мой взгляд, Канада более лучшая страна, более удобная для всего, лучше бы там жить. Ну, понимаешь, это твой взгляд, поэтому ты так считаешь. А у меня есть свой взгляд, отличный от твоего, поэтому я живу в Америке. Знаешь, у меня на работе там эти одесские евреи шутят так, говорят, Алексей, зайди ко мне в кабинет, у нас сейчас будет обмен мнениями. Ты зайдешь со своим мнением, а выйдешь с моим. И знаете, шутки у них. Дальше про контакт. Друзья. Многие школьники. Чего ты меня в друзья не добавляешь? Я вас не добавляю в друзья, потому что вы не являетесь моими друзьями. Если вы заметили, у меня в контакте более-менее немного друзей, и там либо мои друзья, либо мои товарищи. Потому что если я буду добавлять всех подряд, у меня получится каша. Вот я помню, Сэм Никель, у него там было 10 тысяч друзей. Я ему говорю, как ты там с ними управляешь, с этими 10 тысячами. Ну и что, прошло время, он всех поудалял. И правильно сделал, понимаете как. И еще, что касается M-Division, вот когда вы делаете обращение к генералу Никелю, вы все отдаете честь. Я хотел бы вам сказать, что к пустой голове руку не прикладывают. Но все же, если вы хотите отдать честь, вы тогда не дотрагиваетесь. Вы честь отдавайте как-то вот так. То есть, чтобы вот все было как надо. Дальше. Мои видео на YouTube надо смотреть в полный экран. То есть, поставьте на полный экран, пусть оно немножко прогрузится, попейте чаек. Единственное, что там разрешение должно стоять 720. Или вы можете сделать это автоматически. Зайти в мой аккаунт. Дальше там будет третья вкладка. Playback options. И там поставить галочку, типа проигрывать в HD. Качество проигрывать в HD. Дальше по поводу вещей. Не надо мне присылать письма. Не надо на форуме спрашивать, сколько стоят какие-то вещи. Сайт Пиндосия. И я не торгуем вещами. Мы лишь только помогаем вам купить вещи и переслать.